Школьники Подмосковья инициировали акцию «Доброе дело». Они предложили открыть в общеобразовательных учреждениях столичного региона пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Городской округ Люберцы не остался в стороне и присоединился к благотворительному проекту. Подробнее в сюжете моих коллег. Принесли средства личной гигиены для жителей Донбасса и Луганской республики народной. Мы считаем, народы это братские, поэтому не сомневались в том, что стоит поучаствовать в данной акции. Это, в общем-то, наше общее горе. У нас очень много детей здесь. У нас сейчас приезжают дети из Донбасса тоже. В моем классе девочка появилась. Дети, в общем-то, с сочувствием относятся, и мы все, естественно, мы их поддерживаем. Пункт сбора гуманитарной помощи в 4-м лицее стал местом притяжения неравнодушных людей. Продукты и вещи первой необходимости приносят не только сотрудники и воспитанники образовательного учреждения, но и жители ближайших домов. Мы узнали про эту акцию и посчитали для себя невозможным не поучаствовать в ней, потому что у меня муж военный. Мы сейчас за ситуацией в Украине очень следим, переживаем. И хотели помочь, чтобы людям полегче переносилась вот эта ситуация. Ученицы младших классов, в свою очередь, решили поддержать жителей Донбасса морально. Подготовили для своих ровесников рисунки. Памятные подарки доставят адресатам вместе с гуманитарным грузом. Я изобразила на нем надежду, любовь для детей Донбасса, у которых сейчас нет видного неба. Чтобы они были счастливыми. Такие точки добрых дел открыли во всех школах и гимназиях городского округа Люберцы. На каждом пункте сбора гуманитарной помощи работают волонтеры. Помогают расфасовывать товар по коробкам. Пытаемся, чтобы вес не превышал 6 килограммов, для того, чтобы можно было и разгрузить в пункте муниципальном все эти товары, а дальше уже на распределительный центр направить Домодедово. Надеемся, что вклад люберецких школьников и жителей городского округа Люберцы будет очень значим. И надеемся, что он будет оценен. Кроме продуктов с длительным сроком хранения, жители городского округа могли передать средства личной гигиены, постельной принадлежности, игрушки, книги и констовары. Одним словом, все, что сегодня крайне необходимо жителям Донбасса.